4 миллиарда рублей потратит на модернизацию систем водоснабжения на Дону в этом году. 1 миллиард выделят для водоотведения новых районов Ростова, Левенцовского и Северо-Западной промзоны. 500 миллионов направят на ремонт и реконструкцию водных систем в Старочеркасске. Почти 100 миллионов получит новый аэропорт Платов. Также около 100 миллионов рублей пойдет на завершение строительства водопровода и водозаборов Дугина. Об этом сообщает РБК. Монтаж витражей и оконных блоков идет на строительном объекте Ростов-Арена. Там уже почти закончили кладку перегородок из кирпича, монолитные конструкции будущих билетных касс, кладку наружных стен и перегородок. Штукатурные монтажные работы сделали на две трети. Продолжают монтаж лифтов и дверей. Обустраивают территорию вокруг стадиона. Строительная готовность Ростов-Арены около 70%. Закончить все планируют в декабре этого года. Музей откроют к празднованию 90-летия ростовского зоопарка. Юбилей будет 26 июня и продлится несколько дней. К этому времени в зоопарке капитально отремонтируют входные группы. Реконструируют и музей истории зоопарка. Сейчас разрабатывают концепцию экспозиции. Этим заняты сотрудники ростовских музеев. Сегодня родители Демида получают юбилейный 200-тысячный сертификат материнского капитала. В семье Погасян двое детей. Как использовать выделенные государством средства, молодые родители уже решили. Мы сертификат направим в ипотеку на погашение действующего кредита по квартире. Семья Погасян не единственная, кто погасил ипотеку по программе материнского капитала. Улучшение жилищных условий – самый популярный способ использования средств. Так поступили 110 тысяч донских семей. В их числе семья Степановых, в которой пятеро детей. Сертификат использовали для покупки дома. На тот момент стоял очень остро жилищный вопрос. Поэтому решили, что жилье в первую очередь, обучение. Да и не сюда жить надо. Программа материнского капитала действует с 2007 года. Ростовская область входит в число регионов-лидеров по количеству выданных сертификатов. 85 тысяч донских семей уже полностью распорядились выделенными средствами. Сейчас сертификат предоставляет возможность направить 453 тысячи 26 рублей на обучение детей, пенсию матери и улучшение жилищных условий. С 2016 года средства можно использовать также в помощь ребенку-инвалиду. Вот у нас в области тоже уже есть такое оплаченное заявление. Бабушка-опекун приобрела для своего внука беговую дорожку и очень этим довольна. Фонд содействия инновациям наградил умников Донского региона. Ежегодно по стране отбираются тысячи проектов для участия в конкурсе. 27 проектов, над которыми работали студенты, аспиранты и молодые ученые Ростовской области, отметили почетными дипломами. Награду получили 7 победителей всероссийского конкурса «Умник НТИ». Количество призовых мест заранее не определено и зависит от качества работы, а также способностей конкурсантов презентовать свою идею. Это замечательно. У нас каждым годом их все больше. Это говорит о том, что и наука у нас в регионе востребована. И самое главное, что и фонд содействия инновациям, как и федеральный центр, и институт поддержки развития инноваций нас видит, видит наши усилия, видит, какие замечательные у нас специалисты и ребята, и тоже нас поддерживает. Вера Пряткина – одна из финалисток. Девушка признается, победа ее экологического проекта в год экологии – не случайность. Мой проект позволит продлить жизнь всем существующим угольным станциям без существенной модернизации и реконструкции. И при этом получить такие же результаты, как и на современных, новейших передовых угольных энергоблоках, только не путем строительства новых энергоблоков, а путем несущественной модернизации и реконструкции. Станок с уникальной конструкцией и автоматизированным программным обеспечением выделил экспертный совет. Автор проекта Максим Иванков признается, о конкурсе узнал совершенно случайно. Ну, так уж получилось, что непосредственно перед полуфиналом ко мне обратились. У меня давно была идея создать такой станок, то есть я начинал участие не с нуля. У меня уже были какие-то наработки по данному вопросу, поэтому я без труда прошел полуфинал, также без труда прошел финал и присутствую здесь в качестве победителя. Каждый проект предполагает финансирование 500 тысяч рублей, нужно потратить в течение двух лет. Развиваться стартапу помогают до уровня коммерческого применения. Наши победители умники имеют возможность работать над своими научными проектами, покупать оборудование, привлекать своих товарищей в команду проекта и с помощью этих денег переходить непосредственно уже к созданию собственного предприятия. Ключевой момент и для представительства фонда «Содействие инновациям» здесь в регионе, и для федерального фонда, ключевым моментом и показателем является именно переход вот этого статуса умников, как научных работников, студентов, магистров и аспирантов непосредственно в предпринимателе. На этот раз молодые инноваторы Ростовской области получат гранты на общую сумму в 17 миллионов рублей.